Привет всем, кто заглянул на мой канал. Я вам очень рада. Сейчас я хочу снять достаточно короткое видео. Это, в общем-то, ответ на вопрос, который мне задали в комментариях. Ну и опять же, я подумала, что возможно это пригодится еще какому-то кругу зрителей определенному. Значит, смотрите, мне задали вопрос, какую бы розу Остина я посоветовала, которая, во-первых, была бы нежной, во-вторых, цветы, которые не окукливаются после дождя, которая не спекается на солнце, ну и, я так понимаю, что все-таки долго цветет. Из того, что растет в моем саду, конечно, я посоветовала Оливию. Во-первых, значит, цветок она держит в среднем 7 дней, бывает даже несколько больше. Цветы действительно практически не страдают от дождя. Даже вот несмотря на то, что у нас был сильнейший в четверг ливень суточный, именно эта роза и ее цветы и бутоны, вот обратите внимание, все у меня были гнилушки, а вот она практически-практически не пострадала. То есть она еще и подцветет после вот этого ливня. Значит, цветет эта роза. Три волны, как правило, у нее бывают. Даже несмотря на то, что этот год был тяжелой весна, и розы многие притормозили, эта роза зацвела вовремя, в 20-х числах июня. То, что она и выдает мне каждый год. Значит, первая волна у нее была такая, ну, скромная, но нормальная. Вот, вторая волна была, в общем-то, отличная, шикарная. У меня есть видео, я ее снимала. Вот, и это, повторяюсь, третья волна, в которую она вот набрала еще достаточно много бутонов. Но тут уже зависит от погоды, насколько она успеет процвести. Так вот, ну, роза нежная, это вообще понятно. Имеет очень нежный аромат, который я тоже, в общем-то, ощущаю, несмотря на то, что частенько я розы свои не чувствую, не слышу их ароматы. Вот, и еще, значит, следующим вопросом было то, рекомендую ли я сажать в одну лунку два саженца. Ну, вы знаете, вот я скажу сразу, поймите правильно, это мое субъективное мнение. Я наблюдаю за своими розами и знаю, что даже вот сам Остин, опять же, рекомендует увеличивать объем и сажать по два, по три кустика вместе. Но, вы знаете, я бы, наверное, не дала такой рекомендации. Во-первых, в отношении Оливии это точно, и в отношении тех кустов, которые, вернее, тех сортов, которые растут вот именно как кустовые розы, у которых высота, допустим, метр-метр с небольшим и объем примерно такой же. То есть, понимаете, вы посадите в одну лунку два кустика, а не, дай бог, три смысла в этом нет большого. Почему? Потому что у вас роза загустится, закустится, я бы так сказала, и в результате вся средняя часть, она будет переплетаться друг с другом, и вам придется вырезать половину куста. Вот, допустим, смотрите, случай Оливии. Да, в этом году, после этой зимы, она у меня вышла крайне скромная, и я тоже беспокоилась, что вообще от нее будет. Вот у нее практически два стволика, два стволика всего. Вот, но несмотря на это, поскольку розы Остина вполне сильные, они наращивают очень неплохие побеги. И вот каждый стволик нарастил достаточное количество побегов. И кустик сформировался, соответственно, своим размером, которые заданы оригинатором. То есть вот здесь вот сейчас ширина где-то около метра, и высота метр вот с небольшим, если смотреть, вот здесь вот самый высокий побег. Вот, это, в принципе, ее размеры, которые для нее заданы. То есть она успела и наросла даже, даже от буквально двух кое-как сохранившихся побегов. Вот, поэтому, если вы купите саженцы более приличного даже качества, да, несколько побегов, и посадите в одну лунку, ну и что будет? Ну, будет просто побег в побег вплетаться, и смысл тратится, вы потратите деньги, но получите, в общем-то, на выходе, ну, либо очень-очень загущенный куст с большим количеством побегов и даже не очень крупных цветов, поскольку роза-то все равно будет питаться из одной посадочной ямы. Вот, ну, мне кажется, вы потратите деньги и приобретете себе кучу еще, как говорится, проблем и трудов, и работы. Вот, также, допустим, вот другие кусты, те, которые особенно побольше. Вот иншент-маринер, вот он сейчас цветет тоже третий раз, на побегах уже двухметровой высоты. Это вообще мощь, это вообще мощь. Там, как говорится, живого места нет. Ну, я так пытаюсь показать сверху немножечко. То есть там побег на побеге. Вот, опять же, если этот сорт посадить два экземпляра в одну лунку, то, ну, тоже, на самом деле, будет такое сгущение, которое особенно никому не нужно. Я уже показывала на примере LD Bright White. Вот, смотрите, тоже это один кустик, который у меня даже достигает больших размеров, чем задает Остин. Вот, и поскольку я уже общипала снизу листочки, чтобы розы так вот сейчас сильно не заражали, не заражались сами от себя, да, какими-то грибками, то вот видите, тут столько стволиков, тут столько стволиков, но куда вот сажать, допустим, два саженца в одну лунку? Ну, то есть, вот вообще смысла никакого нет. Вот, поэтому, на мой взгляд, если уж сажать, ну, если мы, скажем, говорим об Оливии, если вы хотите посадить и создать какой-то объем, ну, вот именно Оливию я бы посадила на расстоянии, может быть, ну, как минимум 50 сантиметров кустика от кустика. Вот, и если вы посадите, допустим, даже не два, а три кустика, ну, вот так вот, как бы, да, с расстоянием как минимум 50, а может быть, сантиметров 70 друг от друга, тогда вы создадите большой объем как бы единого куста, но в одну посадочную яму. Ну, смотрите, конечно, решайте сами, но смысла нет, смысла нет абсолютно никакого. Вот, пожалуй, сейчас я вам покажу кое-что. Вот я сейчас подошла к Розе спириту Фридом. Конечно, она у меня второгодка в моем саду, и у нее вот самый высокий стволик, но он порядка метр восемьдесят, наверное. Вот, он, ну, надо сказать, чуть ли не единственный такой приличный, длинненький, да. Внизу она достаточно скромная. И саженец у меня был не очень хороший, он прям был такой хлипкий, но поскольку эта Роза плетистая все-таки, вот видите, она по длине вот этого побега выгоняет вот такие веточки. Ну, то есть вот она плетистая. Вот тут, вот тут, можно было бы, наверное, еще в одну посадочную яму, допустим, подсадить второй саженец, чтобы наверху, поскольку плетистые розы все-таки как-то больше дают цветочков наверху, ну, где-то в среднем ярусе, можно было бы вот этот эффект, ну, как бы увеличить. То есть, понимаете, да, внизу, может быть, особенно цветение, хотя вот у меня у спириту Фридом внизу тоже цветочки, ну, не совсем внизу, а вот здесь на высоте, наверное, сантиметров 35-40, она вот пока мне тоже дает из тонких побегов цветы. Вот, тогда, повторяюсь, чтобы вот эту массу цветов, которая, предположительно, должна быть наверху, увеличить, можно, допустим, попробовать посадить два саженца. Можно. Но, когда это куст, и куст такой, что вот он хорошенький, такой объемненький, ну, вы просто повырезаете все, что посадите. И из двух кустов вы вырежете половину от одного, половину от другого, и получится у вас один куст. Вот сейчас еще для примера я подошла к розе баскобель. Вот роза баскобель. Вот, смотрите, у меня тоже один саженец. Он раздваивается. Как бы с левой стороны идет, как бы, кустик, и с правой. Ну, вот так стал расти этот кустик. Видите? Вот. И множество пересекающихся внутри побегов. Ну, вот, понимаете, это вот от одного кустика, а если два? Ну, там вообще все пересечется, и, в общем-то, ничего хорошего, я считаю, от этого не будет. Но, опять же, повторяюсь, решать каждому за себя. Во всяком случае, остинки, я уже убедилась, сажаешь одним кустиком, и они всегда дают тот заданный объем, который им, ну, который, как бы, задает оригинатор. Вот. А если сажать, то не в одну посадочную ямку, а на расстоянии. Ну, наверное, как минимум, от 50 сантиметров и до метра, может быть, так. Вот. Я надеюсь, что я ответила на ваш вопрос, и кому-то также, может быть, ну, может быть, будет полезно это видео. Так что... Вот еще, например, леди Шалот. Леди Шалот вообще монстрик. монстрик. Хотя она, она тоже, она же не считается плетистой, она кустовая роза. Одним кустиком растет. Вот видите тоже. Куда тут второй? Куда? Она сама с собой-то не справляется. Вот. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Видео, конечно, несколько такое спонтанное, но, возможно, кто-то об этом подумает. Кто-то согласится со мной, кто-то нет. Я абсолютно к этому спокойно отношусь. Ну, вот, мое мнение такое, что навряд ли, навряд ли будет от этого какой-то эффект. Вот тот же Бенджамин Бриттон мой. Да? Вот видите, он тоже раздвоился. Левая часть куста, правая часть куста. А все это был один саженец. И вот какой объем. Даже больше, чем ему положено. При том, что у меня в этом году реанимашка. Ну, ладно. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.